здравствуйте так продолжение у нас первой серии 1 у нас было как раз про подводный бокс то то есть как его компакт наложить сегодня продолжение именно про арм который существует у нас сегодня так все четыре типа размера армах которые у нас есть я их покажу по отдельности до чтобы вам было понятно это самый коротенький арм значит опять же по классификации армы существует по размерам да то есть вот это 150 миллиметров арм или есть еще дюймовое обозначение да то есть это 77 по могу себе по классификации это 150 миллиметровый арм то есть самый короткий но он тоже то есть эта линейка с положительной плавучестью у этих армов самая минимальная положительная плавучесть на понятно да потому что у него минимальный объем воздуха который заключен внутри этой трубки следующий типоразмер это у нас 210 арм вот так вот они отличаются по длине примерно так чтобы вам было видно давайте отсюда вот сюда покажу чтобы их было видно то есть у него больше положительной дальше следующий арм это у нас 280 точно так же он отличается от 100 вот 210 да то есть почти 30 сантиметров есть самый да то есть это 350 миллиметровые 350 метровые то есть это классная вещь которая имеет большую положительную плавучесть и на нее вешаются обычно тяжелые фонари вспышки это не компенсационный арм то есть есть армы которые вот такого вот 60 диаметра который идут как компенсатор плавучесть нет этот арм то есть все эти армами и положительную плавучесть мы сделаны это для других целей сейчас расскажу для каких так итак у нас четыре типа армов 150 210 280 350 к этому же комплекту который вы выбрали которые вы выбрали да то есть у нас комплекте сейчас расскажу да то есть комплекте у нас существует либо то есть всего четыре армана то есть вариаций быть масс вариации может быть 150 и 2 2 двести восьмидесятых раз вариация 150 2 2 10 у меня к сожалению 1 но 2 вариации 3 2 2 10 2 280 вариация 5 150 350 вариация 6 280 2 350 такое множество можно компонент их как угодно между собой складывать и у вас получится абсолютно разные вариации вплоть до того что есть комплекты которые складываются допустим из разных армов то допустим здесь одна сторона у нас 150 210 вторая сторона 150 280 такой тоже бывает и люди иногда спрашивают да то есть это крайне редко но но такие вещи происходят обычно мы стараемся все таки сделать 7 но вариации может быть абсолютная масса и так к этим армам существуют специальные зажимы то есть зажимы стандартные которые у нас существуют еще в одном видео я расскажу у меня спрашивали почему мы не делаем тройные зажимы то здесь двойные то есть для двух шариков есть еще существует в природе тройные тройные зажимы нас спрашивают почему мы их не делаем я расскажу в другом видео почему мы их не делаем а в данном случае вот этот интересный зажим он отличается от остальных которые продаются в мире двумя очень интересными функциями первая функция выполнена из алюминия и выполнен таким образом что вес вот этой штучки всего 53 грамма это наверное самый один из самых легких алюминиевых зажимах которые существуют в природе для чего он такой сделан легкий поясню то есть когда вы складываете у вас складывается комплект из на одну сторону да то есть у вас два арма и три зажима это у вас будет одна сторона соответственно вы складываете вес двух армов допустим 280 и 150 ты у вас еще вес трех зажимов вот это все висит у вас на одной стороне при этом у вас весь этот вес под водой имеет плавучесть близкую к нейтральной что получается то есть все мы любим комфортно плавать комфортно снимать и так подводный бокс вместе с установленным фотоаппаратом имеет у вас нейтральную плавучесть комплект армов и зажимов которые у вас на два крыла имеет нейтральную плавучесть комплект фонарей не тоже нейтральную плавучесть но опять же говорю с комплект фонарей который производит компания воз есть друг куча других фонарей которые имеют отрицательную плавучесть и так если вы собрали весь комплект полный воссовский что у вас получается то есть То есть инженеры позаботились о том, что весь комплект у вас практически с нейтральной плавучестью. Может быть плюс-минус 40-50 грамм в зависимости от установленного порта и от установленной оптики. В этом и есть прелесть. На более больших моделях подводных боксов, которые являются профессиональными, там есть специальная система регулировки плавучести. То есть там вы можете от пресной воды до солёной воды, то есть регулировка составляет где-то полтора килограмма. Вы туда-сюда можете плясать. Эта система специально устанавливается на дно этого бокса. Бокс при этом имеет абсолютно... То есть вы можете там регулировать плавучесть и дифферент. То есть наклон вашего бокса вы можете снимать с вами селфи, развернув этот бокс, он у вас будет рядом висеть. То есть для этого вам не нужно подбирать никаких грузиков с автомобилей, клеить, там ещё что-то делать. Этого ничего не нужно, это всё уже заложено в конструкции подводного оборудования. Это, кстати, ещё один такой нюанс. Итак, про классификацию боксов, армов мы сегодня, я думаю, что поняли. Кто не понял, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я дополню внизу в комментариях, то есть ответы на какие-то ваши вопросы, которые вы не поняли. Итак, по классификации сегодня всё. В следующем видео смотрите как раз схемы. То есть я буду собирать на этот подводный бокс схемы подводных армов. То есть как они ставятся и расскажу о размерах. Сегодня всё. Большое спасибо, что смотрели. До новых встреч. Оставайтесь, конечно, на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok